Всем привет, друзья! Рад вас всех приветствовать на своем канале. Это будет такое вступление к Лиге Пшеничного. Расскажу в двух словах буквально что-то как. В общем, решили поделить эту Лигу на две категории. Первая категория до 130 рублей, так называемая Лига Б. И, соответственно, будет выше категория от 130 и выше. Понятно, что цена условная, потому что на какие-то позиции часто скидки. Поэтому, если что-то не попало туда или, наоборот, сюда, то это чисто такого рода момент. Нет. Брали в основном все пиво, которое продается, соответственно, в обычных магазинах. То есть, Пятерочка, Магнит, КБ, плюс всю немецкую классику. Соответственно, сначала будет Лига Б. Почему так? Потому что, соответственно, мы решили, что первые три, так сказать, победителя, первое, второе, третье место, именно Лиги Б, более дешевые, они перейдут в том или ином виде в Лигу А. В каком именно, я в данный момент не могу сказать. То есть, это будет там финал, полуфинал, просто в отборы. Может, по местам, как раз так и распределим, посмотрим. Вот. В каком формате, то есть, по четыре пива, отборочный этап. Потом, соответственно, полуфиналы проводит брат, то есть, оценивается именно вторым вкусом. То есть, не только на мой вкус, да, но и, соответственно, на вкус брата. И, соответственно, финал, где мы будем вместе оценивать как раз те самых победителей. И потом Лига Б по тому же принципу. Примерно так. Все. Погнали, ребята, смотреть. Хорошего всем настроения. Всем привет, друзья. Продолжаем нашу Лигу Пшеничного. Сегодняшние конкурсанты это Белый Кремль. Собственно, Белый Кремль. Пивоварня Белый Кремль. Татарстан. Новинка относительная. Поларбир от из магнита, от Ихбаум. Патронус, опять же, Ихбаум. Я не посмотрел, честно говоря, перед выпуском. Я не думал, что Патронус Ихбаум делает. Так бы его сюда, наверное, не взял. Но будет интересно так их заочно сравнить. Очно, вернее, сравнить немножко. И Оттингер МПК. Так, что по ТТХ и по ценам. 12,5. Экстрактность 5,5. Алкоголь. 0,45. Банка. Самая дешевая здесь, наверное. 60 рублей. За банку. О, пена сколько. Так. Белый Кремль. Дальше. Мишка. От Ихбаум. Так, ТТХ не сказал. Сейчас, секунду. 12,3. О, 12,3, кстати. Самая плотная, наверное. Экстрактинность 5,5. Алкоголь. 33. Объем 60 рублей. Ценник. Вот он, конечно, будет цветом выделяться. Я с этой точки зрения взял Патронус, потому что он тоже цветом выделяется. Чтобы немножко, так сказать, брату было интересней. Так, Патронус. Альбом объем 0,5. Так. ТТХ. Что-то я их... А, 12,3 и 5,5 алкоголя. Тоже... А, ну, одинаковый. Одинаковый. ТТХ, я думаю, это будет одно и то же пиво. Честно говоря. Ну, сейчас мы это узнаем скоро. Выглядит оно одинаково. ТТХ одинаковый. Производитель один. Поэтому... Ну, начался потихоньку. Думаю, что будет плюс-минус одно и то же. Так, я потом все долью. Ой. Так, и Оттингер, МПК. 0,45 бутылка. 4,9 алкоголя. 11,5 экстрактивности. Все. Я сейчас все за кадром уже долью. Долью везде. Взболтаю, долью. И брат будет определять победителя в этом четвертьфинале. Так, ну что, ребят, погнали. Следующий очередной выпуск. По цвету сразу у нас два темных. Опять же, в прошлый раз я не угадал, что это... Забыл, что баварские хамоники тоже такого цвета. Но здесь точно, я думаю, есть или патронус, или медведь в любом случае. Потому что больше в голову мне не приходит. Это опять одно, какое-то немножко такого лимонного цвета. Первый, самый более такой именно пшеничного вида. Давайте немножко пока их сюда поставлю. Везде пенка есть, кстати. Опять же, несмотря на то, что прошло уже время прилично. Погнали смотреть. Чупакарба. Ну, уже, наверное, не так актуально, конечно, это все смотреть. Да, это такое вяленькое, вяло текущее. Везде такие бокалы, в принципе, уже непрозрачные. Сколько мы не видно, что там. В общем, погнали по ароматике. Бананцы чувствуются. Пиво хорошее. По ароматике мне нравится такая ароматика. Здесь что-то... Скорее, более сладковатое, опять же, перегнивший бананчик. Что-то в этом плане. Что здесь. Слабая ароматика, опять же. Третье экземпляр. Здесь тоже слабая ароматика. Тоже бананчик чувствуется. Но самое яркое здесь у нас вот первый экземпляр. Самая такая она. И по цвету, и по виду. И второй экземпляр еще вот. Берем на вооружение пока. Погнали пробовать. О, это прям неплохо. Прям плотненькое, достаточно тело. Да, тело плотное. Есть немножко именно кислинки. К финишу такое. Но она такая, достаточно деликатная. Прикольненькое пивко. Неплохое. Пока беру на вооружение его. Может иногда и два у нас с ролика выходить. Поэтому, возможно, тут будет именно этот случай. Погнали второй пробовать. Тоже неплохо. Плотное сбалансированное тело в целом. Такой баланс хороший именно. Кислинки вообще, кстати, нет. И плотненькое тело. То, что мягкое пшеничное тело здесь везде, я об этом даже не говорю. Потому что, в принципе, если оно скорее будет не мягкое, не пшеничное, я об этом скажу как об особенности какой-то. Поехали. Третий экземпляр. Здесь немножко скорее вот кислинки чуть-чуть есть. Но опять же неплохое в целом пиво. И четвертое. Четыре вы видите. Что-то мне кажется, вот эта кабашная. Четвертое кончик от шлесы наличь из этого области. Ну, хоть тоже ничего. На удивление, все четыре действительно такие неплохие. Прям нету каких-то слабых, вот именно ярких, слабых позиций. Так, надо что-то брать. Надо что-то брать. Блин, сложно. Тут два точно возьму. Наверное, беру первое. Часто по совокупности, потому что еще внешний вид добавил, чтобы попроще было определиться дальше. Берем сразу первое. Не знаю. Нет, третий не берем. Нет, третий здесь накислит немножко избыточно. Берем второй тогда. Первый, второй берем. Эти пока не берем. Этот кислит, Это, в принципе, вот что-то КБ, Фельдшерсон почему-то, конечно, какой-нибудь. Что-нибудь из этой области. Да, первый, второй берем. Плетаем вот эти. Белый крем или Мишка, да. Белый кремль. Не угадал. У нас все-таки КБшности. А что, берем патронус? Так. Уоттингер. Удивительно. Я, кстати, Уоттингер 100 лет вот это не пил. Уоттингер Вайс. Ну, кстати, на удивление, вот этот выпуск более такой получился. В целом, все пиво получилось неплохое достаточно. Прям вот такое. Ну, я предполагал, что вот это Мишка все-таки, вот этот патронус. Вот когда вот уже делал последние вот эти годки, что патронус, я знаю, что они кислеют. Вот именно патронус вообще нет кислинки. Поэтому я как бы его... Я все думал, они будут одинаковые. Отличаются на самом деле. Мишка, он все-таки с кислотой немножко к финишу опять ждет. А это я почему-то все-таки на фельдшерсен. Думал. Ну, то что это не что так. Ну, в принципе... Не, он, кстати, тоже неплохо. Но если бы... Можно было брать. Ну, то есть, можно типа взять больше, но не нужно. Надо все-таки... Да, нужно все-таки, наверное, ограничиваться чем-то. Ну, я доволен, что патронус вышел. Оттингер меня, можно сказать, приятно удивил. А тут, в принципе, ну, то, на что и рассчитывал. Чуть хуже, да, наверное, чем вот, условно говоря, вот эти представители. И Мишка проиграл, конечно, патронус. Я вот выбирал как раз из темных, можно сказать. Я сразу не надо подотек. Так. Все, ребят, пишите в комментариях, как вам это пиво. Кому что понравилось, кому что не понравилось. Лайк, подписка, колокольчик. Кто хочет поддержать финансово, можете перейти, подписаться на Boosty или задонатить на стримах. Всем ребятам спасибо, кто поддержит мой канал таким образом. Кто хочет поддержать не финансово, можете перейти, подписаться на Zen, посмотреть. Там какие-то видео. За это тоже, ребятам, всем отдельное спасибо. Все, всем спасибо за просмотр. Увидимся в очередной серии. Также есть еще, соответственно, обычные ролики. Ну, не знаю просто, какие именно вы смотрите на канале. Надеюсь, что все. Всем спасибо, ребят, еще раз за просмотр. До новых встреч. Пока.